Я танцую с 7 лет. Мама отдала танцевальный кружок. В девятом классе я понял, что я хочу быть танцовщиком. Поступил в Академию культуры в Харькове. Стал магистром с хореографией. Конечно, были такие, сказали, что что там твои цепи дрипи, ничего хорошего не приведут, давай к нам на хранение переработку зерна в аграрной. Нет, спасибо. Я не сделаю машины, я не юрист, ничего такого полезного, но мне искусство ближе. Понимаете, жизнь актера, она короткая, ой, танцовщика, она короткая. И тебе нужно тоже думать о своем будущем, о чем ты будешь заниматься дальше. Я прочитал книгу Нурьева «Танцовщик». И вот последнего выступления, уже на последних издыханиях, ему там 50 было, он в Александринке, если не ошибаюсь, выступал. Говорят, это была мумия. То есть на это было жалко смотреть. Как только я пойму, что мое тело больше не откликается и не может делать то, что я мог делать 5 лет назад, я сразу закончу. Либо идти дальше в хореографию и режиссуру, танцевальную, в видео и тому подобное, в чем я ас и профи. Либо думать о смене профессии. Мне кажется, это не так просто, ты сидишь, потом пришел в кино и стал акцентом. Нет, это не просто, я верю. Но есть же такие случаи, когда ребят находят режиссера на улице. Слушай, знаешь, мне, наверное, сейчас будет стыдно говорить, но мне очень нравится Дэдпл. Я вот жду прямо. Это, мне кажется, мой прототип. Мне хочется играть смешные роли, то есть позитивные. По внешнему виду, ну это более героические. Героические или драматические. Ну, на мой взгляд. Обо мне всегда одно и то же мнение складывается. То есть, ой, идет пафосно, смотрите. А походу я обычный, ну, такой парень-рубаха. Станислав. Станислав. Ой, я прям жабка-путешественница. Я родился в Днепропетровске, вырос там, поступил в Академию культуры в Харькове. На четвертом курсе перевелся на заочное отделение, там же в Харькове, но уехал в Киев работать. Прошел кастинг в Ленинград-центр, уехал в Москву, полгода в Москве, из Москвы в Питер. И теперь я вот так мотаюсь по России, в Украину заезжаю. Все спрашивают, блин, украинцы такие талантливые. Потому что очень мало платят, и большая конкуренция, и работы немного, и просто выкладываешься на все сто. А когда сюда приехал, знаешь, ну, я так немножечко поделюсь с тобой. Я смотрю на этих танцовщиков и думаю, блин, ребята, вам такие бабки платят. А вы еще и носом крутите. Типа, а нам доплатят за это или это? Вы не такого уровня, чтобы вам платили такие деньги. Много. Много портим и косячим в жизни. Это да. Причем я за собой замечаю, что я быстрее говорю, чем подумаю. Поэтому иногда язык мой враг. И когда ты в запале, на эмоциях, ты можешь такого сказать прям. Потом жалеешь об этом, да. Но хорошо, что есть люди, которые могут извиниться. Наверное, за последние пять лет я стараюсь оценить. И если я не прав, переступить через себя и сказать, да, я не прав, извини, пожалуйста. Знаешь, я обычно всегда о себе говорю, что вся наша судьба в наших руках. Ну, я себя так настраиваю. Знаешь, как ты заставишь себя думать, как ты будешь обращаться, так оно и будет. Да, конечно, какие-то пунктики, наверное, существуют, что тут будут ключевые встречи. Но в основном от тебя все зависит. Мы чуть больше года вместе. Она менеджер труппы. Мы познакомились на одном из фестивалей, который она меня пригласила, как быть жюри, судьей на фестиваль. Вот, я не упустил момент. Я рад, что меня поддерживает. И, то есть, нет такого, что у нас там конфликты по поводу там работы. Слушай, я хочу пацана. Пацан должен содержать. Пацан должен помогать родителям. К сожалению, у меня не было отца. И не знаю, что такое по сантехнике сделать. Какой-то совет по жизни. Не рыбалки, не тому подобное. И это, ой, ух, прямо сейчас сложно. И не хочется, чтобы... Ну, хочется вырастить парня, у которого было полноценное детство. Но если будет дочка, я не против. Ну, это же счастье дети. Да.